Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях модель, фэшн-эксперт Виталий Рутер. Здравствуйте, Виталий. Рад вас приветствовать. Взаимно. Собственно, первый вопрос у нас такой. Читатель, расскажите вашу историю, как вы пришли в модельный бизнес, сколько вам было лет и с чего все началось. Еще раз всем здравствуйте. Это очень вопрос, который задают мне очень часто. Здравствуйте. Смотрите, моя модель... Я вообще себя никогда не видел, если честно, моделью. Я даже не представлял того, что я буду фэшн-экспертом и работать в модельной индустрии. Но так сложилось, что мои родители меня с раннего возраста водили на разные игрушки. Это бальные танцы, эстрадный вокал, у меня музыкальное образование по классу фортепиано, эстрадного вокала. Вот. И потом в 14 лет я сказал маме о том, что мне очень интересна фэшн-индустрия. И меня мама повела в... Так как я одессит, меня мама повела в Одесскую школу моделей. Вот. В 14 лет я ее закончил. С 15 лет я начал уже работать как модель. Моя карьера началась в Одессе. Я поработал на Одессе Холидай Фэшн-Вике. Вот. И как раз это уже возраст, когда я заканчивал школу, 11 класс. Я переехал в Киев. Вот. Но так как в Одессе у меня не сложилась карьерная модель... Ну, карьерный такой... Мой рост, да. Вот. Мне сказали, что я не формат, и у меня не будет перспективы работать в модельной индустрии. Я поехал в Киев и подписал контракт с топовым агентством. Это 12-я линия. Вот. И сейчас вот так вот работаю. А в чем заключался ваш неформат, так называемый? Ну, во мне не увидели перспективы, как в модели. А родители не были против, когда вы объявили о своем желании пойти в модели? Не говорили? Ну, слушай, сын, как-то вообще не мужская профессия. Не мужская профессия, да. Знаете, я вам скажу, это стереотип. У нас все-таки люди не готовы принимать модельный бизнес как профессию или как работу, в которой можно зарабатывать деньги. Все-таки люди привыкли это воспринимать как шоу, развлечение, но не как профессию, в которой можно приносить систематический доход, и ты можешь от этого кормить свою семью. Я вам скажу, что я работал за границей, и модель – это для них профессия, на которой люди учатся, потом у них есть повышение квалификации, они становятся педагогами, они преподуют в модельных школах. И та же Ирина Шейк, она заканчивала тоже модельную школу, и сейчас у нее тоже есть своя модельная школа, где она директор, и уже готовит начинающих моделей к тому, что они покоряют Милан, Париж, Токио. Балерины в 30 с лишним лет идут на пенсию. Модель, какой жизнь, как это правильно сформулировать? Нет, я понял. Рабочий стаж модели. Да, я понял. Смотрите, нет какого-то ограниченного возраста. Конечно же, есть модели, которые работают до 25 лет, и так складываются обстоятельства, что они не интересны модельному рынку. Но есть модели, которые… Парни и девушки, которые с каждым годом, они, знаете, внешность их не раскрывается и раскрывается так, что модельный рынок в них еще больше заинтересован, и еще больше у них становится с каждым годом контрактов и работы. Вот. Но это все я вам сейчас говорю про Европу. Пока что наша Украина, к сожалению или к счастью, она пока стоит на месте, но потихоньку начинает развиваться. Я думаю, в скором будущем, еще 5 лет, и мы сможем конкурировать уже с Европой. С 15 лет вы в этом бизнесе свой первый гонорар помните? На что потратили? Сколько заработали? Да, это… Я, если честно, их на руки не получал, эти деньги. Получали мои родители, так как у нее не было еще 18 лет, все контракты заключались именно с моими родителями. Я помню, что я поехал, мы с мамой поехали в какой-то большой торговый центр, и я покупал себе вещи. И это вот была моя зарплата. Но я не помню, какая-то сумма была. А за что? Это была какая-то показ? Это был показ, да, это был показ на Одесса Холидей Фэшн Вики. Вопрос у нас от Юли. Со скольки лет лучше заниматься моделингом, и как правильно выбрать модельное агентство? На что обратить внимание? Ой, очень интересный вопрос. Смотрите, определенного возраста как такового нет. Есть школы для детей моделей. Это очень в Европе сейчас популярно. У нас в Украине только это начинает как-то набирать обороты, да. Есть дети, которые родители видят, что девочка очень красивая, голубые глазки, блондинка, да, и мама ее уже с 5 годиков отправляет в модельную школу, говорит, ты мне будешь моделькой, да. Есть парни, которые уже там в 5 годиков выглядят как парни, которые там в 3-4 классе, да, и родители это тоже заинтересовывают, и они отправляются детей в модельные школы. Есть модели, которые не видят какой-то заинтересованности идти в 10 лет, да, там родители не разрешают по каким-то тем или иным ситуациям, да, там мама хочет, чтобы дочка была экономистом, да, там папа хочет, чтобы сын был строителем, ну это так, грубо говоря, вот, и уже ребенок, когда уже там осознанно понимаешь, чего он хочет, да, он там в 15-16 лет уже сам говорит родителям о том, что он пошел, подал документы, его отобрали, и он будет теперь учиться. Нет определенного возраста. А как лучше выбирать агентство? Я вам скажу, что в Одессе я знаю только 2 агентства, ну их там может и 10, и 20. Ты не застрахован от того, что ты придешь в агентство, тебя могут взять, могут не взять. Ты можешь симпатизировать директору, а ты можешь не симпатизировать директору, и он просто из-за того, что ты ему не симпатизируешь, он тебя не возьмет. Это такой специфический бизнес, это не то, что ты выучился на экономиста, и ты по своей профессии показываешь диплом и устраиваешься куда-то дальше в офис работы, да, на какую-то компанию. Это специфический бизнес, на котором очень тяжело попасть и очень тяжело удержаться. Лишь мы только знаем украинских моделей девушек. И я все-таки первый парень, который знают в Европе, и вот сейчас узнают в Украине о том, что я тоже первый, который занял нишу в Европе парней-моделей, которые знают из Украины. То есть нет какого-то определенного рейтинга модельных агентств? Обратить внимание нам на лицензию, я не знаю, на... Вам этого никто... Да, я понимаю ваш вопрос. Смотрите, вы когда придете в агентство, вы не будете просить у замдиректора лицензию на то, что официально они работают, вам это никто не покажет. Тем более, если вы придете, это в 15 лет. Вы даже не поймете, что этого надо попросить. Я, допустим, не понял, что мне надо это было просить, да? Я все-таки полагался на свою какую-то интуицию, на... Может, мне просто повезло, я не знаю. Это вот все-таки как-то надо чувствовать, да? Но главное, на что надо обращать внимание. А, я знаю, вот, наверное, надо обращать внимание на то, когда вот меня заинтересовало то, что когда у нас была конференция, нам всем рассказывали про агентство, нам замдиректора, там девушка, которая преподает в дефиле, она и замдиректора, она говорила о том, что у нас есть модели, которые работают в Европе. Она показала их недостижение, она показала, что она отснялась в Бальман, в Москино, в Дольче Габана, это уже достижение, потому что выше предела нет сняться для этих мировых домов мод, да? Или, тем более, подписать с ними контракты, лично с ними сотрудничать и быть манекенщицей, да? Для девушки это вообще предел всех мечтаний, как и для мужчин. Вот. Поэтому я вот, наверное, меня вот это и зацепило. И я остался учиться в той школе. А как начать зарабатывать? Закончить курсы? В общем-то, много ума не надо, хотя курсы, на самом деле, они достаточно недешевые, да? Но как начать попасть в эту модельную струю? Ходить на показы, да, фотомодели? С чего начать? Что делать? Смотрите. Во-первых, когда вы заканчиваете модельную школу, у вас идет экзамен. Все те предметы, которые вам преподавали в течение, там, четырех или шести месяцев, да? Потому что давно вы заканчивали, поэтому, не знаю, может, даже не там по-новому как-то, да? И у вас идет экзамен по дефиле, у вас идет экзамен по фотопластике, у вас идет экзамен по сценаречи, как вы можете давать интервью, как вы можете общаться на камеру. Потом у вас идет стилистика, визаж. Вы все, и парни, и девушки, сдают эти экзамены. Тогда приходит директор, замдиректор, он собирается по консилиуму, да, который вас оценивает. И если вас заметил директор перспектива о том, что вы способны, вы ухватили всю информацию, которая вам нужна, вы сейчас интересны на международном модельном рынке, с вами сразу же будут подписывать контракт и максимально быстро вас отправят за границу. Если не за границу, вы будете работать в Украине. Какой там был вопрос? Как начать работать? Как начать работать? Как получение диплома? Вот, если вот, я вот и рассказал. Если вас заметили, да. Да, если нет, как в моем случае, меня не заметили, надо видеть свою цель и не видеть препятствий. Рассылать портфолио везде, я так понимаю, да? Да, но тоже очень есть много агентств, которые фальшивые, так их называю, фейковые, которые занимаются, ну все это знают, эскорт-услугами. Очень много девушек, которые попадают именно вот в эту вот, очень плохую, плохие, так скажем, агентства, да, которые им говорят, у вас есть перспектива, вас увидят в Париже. Понятное дело, что они не будут работать на показе Дольче Габана или, там, Москина, да. Вот, поэтому надо обращать внимание на том, как компетентны вообще в своем подходе подбора моделей и как вас оценивают директора агентств. Очень интересный вопрос следующий от Элины. Можно ли стать успешной моделью без изменения внешности? И, в общем-то, какие основные параметры для модели, изменились ли они, там, допустим, 20 лет назад и сейчас? Очень тоже интересный вопрос. Смотрите, как изменился модельный рынок, да? Модельный рынок, он меняется только типажами, потому что каждый, каждый сезон, каждые, там, десятки, да, там, 10 лет, 20 лет, дизайнеры усовершенствуют свои коллекции. Они приносят что-то новое, новое, новое. 20 лет назад, там, 30 лет назад меня еще не было, да? Но модели ценились совсем другие. Модели тогда был Советский Союз. Тогда сильно так модельный бизнес не развивался, как развивается в данный момент, да? Там лет 10, когда он только начал развиваться, 15. И тогда модельный бизнес собой представлял то, что скромные девушки в красивых платьях выходят просто не на подиумы, а просто в каких-то залах красивых, демонстрируют платье, на этом показ заканчивается, да? Не снимали тогда локбуки, не снимали тогда портфолио, даже такого и не знали. Просто... Но если говорить о европейской тенденции... В данный момент... Нет, вот тогда, 20 лет назад. Худые, высокие, с кухонными лицами. Сейчас я знаю, в моде некрасивые лица, нестандартные. Нестандартные, да. Смотрите, каждый сезон, каждый домомод выбирает себе каких-то... Вот я бы не сказал, что изменились тенденции в выборе моделей, потому что, если даже посмотреть 20-30 лет назад, какие были модели, они в основном были какие-то специфические. Не было всех там... Изюминка должна быть какая-то. Должна какая-то, да, вот все-таки присутствует твоя изюминка, да? Большой нос, большие уши, большие глаза, какой-то цвет волос, да? Допустим, у него там темно-темно-черный, ни у кого такого не было. Или светло-светло-русый, да? Или длинные ноги, маленькое туловище, да? Там короткие руки. Всегда привлекало и будет привлекать дизайнеров и домов мод нестандартные модели. Потому что фрики, они всегда привлекают к себе внимание. Особенно, когда это участие каких-то мировых дизайнеров, то ли украинских, то ли европейских, у тебя будет больше заказчиков на потребление твоих продуктов. То есть, платьев, костюмов, то, что это отшивая дизайнер. Поэтому мода, вот она остается модой, и выбор девушек, и парней, она всегда тоже остается та же. Только просто меняются типажи и модели. А что касается пластической хирургии, прибегают модели к пластике, и вообще ваше отношение к этому. Возможно, вам доводилось что-то в себе менять? Или планируете в будущем? Смотрите, этот вопрос интересует всех моих друзей, поклонников. Вот просто они постоянно задают вопросы, потому что чем больше у тебя поклонников, или чем больше у тебя людей, которые интересуются твоей жизнью, и вообще чем ты занимаешься, тем больше они видят в том, что у тебя каждый день изменяется что-то в лице, в походке, в руках. Ну, очень много таких массовых вопросов задают. Смотрите, есть модели, которые, конечно же, прибегают к помощи пластических хирургов. Я не прибегал вообще. Конечно, у меня была такая мысль, я вам даже признаюсь, где-то в лет 16-17 я хотел себе сделать уши, потому что у меня, как видно, все капло-уши, да, отопыренные уши. Я всегда стеснялся, мне казалось, что я похож на большого слона, что сначала идут уши, а потом заходит Виталик. Но когда я начал работать в модельной индустрии, я понял о том, что это моя изюминка, о том, что я, когда приезжал в Милан или в Париж, дизайнеры всегда их цеплял о том, что у меня уши не такие вот закрытые, да, ракушки, а вот у меня именно отопыренные. Им это очень нравилось. Вот. Я не прибегал, но вот хотел. И не планирую, потому что я все-таки думаю, что, допустим, тело ты можешь изменить благодаря спорту. А кожу ты можешь изменить благодаря хорошим косметологам. Потому что ты будешь ухаживать за своей кожей, будешь делать хорошие маски, пилинги, чистку, и у тебя будет прекрасная кожа, да. Но, конечно, очень трудно людям, которые работают в шоу-бизнесе и людям, которые работают в модельном бизнесе, следить за своей кожей, потому что постоянно наносится грим. Кожа от этого постоянно страдает. Поэтому нам это вдвойне тяжелее, чтобы хорошо выглядеть в камере. Есть такие девушки, которые увеличивали себе грудь, и благодаря этому они ставали топовыми моделями не только в Украине, но и в Европе. Есть девушки, которые изменяли себе лицо, и они тоже стали очень популярными. Есть масса людей, которые меняли, есть масса людей, которые не меняли. Всегда, конечно, ценились люди, у которых была своя изюминка, которые приходили на кастинги, или там приходили к дизайнерам, и дизайнеры смотрели и говорили, вот именно вот это вот я и хотел. Вот это вот косоглазие, да, или там, или... Сейчас очень я вам скажу, что я недавно заметил, что очень сейчас стало модно говорить о здоровье, о том, что есть люди не только, которые здоровы без разных физических ватт, сейчас очень много дизайнеров приглашают к себе в показы детей, ДЦП, и всех остальных, которые болеют. Как у ДЦП? Быть топовым и каким-то очень-очень ярким и хорошим человеком. Если говорить о типажах, какие типажи сейчас модны за рубежом и, в общем-то, у нас в Украине? Есть ли какая-то мода на типажи? Смотрите, я буду говорить про типажи украинские, славянскую внешность. Она, я вам скажу, что лет... И 20 лет назад, и 30 лет назад, и только когда начинался модельный бизнес, всегда в Европе, а я сейчас говорю про Европу, ценились наши парни и девушки. Потому что европейцы, они все равно друг между другом чем-то похожи. У них какие-то есть что-то такое, знаете, похожие друг на друга, да? А вот все-таки мы славяне, ну, славяне, да, украинцы, все-таки какие-то такие своеобразные, с какой-то такой своей, пикантной изюминкой, на которой вот ты приезжаешь в Европу, и ты понимаешь, что люди идут и оборачиваются. Потому что у нас безумно красивые девушки. Я ценитель женской красоты, и когда я приезжаю в Европу, я вижу о том, что идут наши девушки с Украины, и меня берет гордость. О том, что они открывают показы очень известных домов мод, да, и все остальное. Ну, и там, и Бальмана, и Дольче Габбана становятся топовыми, и остается жить в Европе, да, сотрудничать с домами моды, потому что подписывают очень большие контракты. Парни, есть парни, топовые модели, да, которые славянского типажа, но их очень мало. Потому что все-таки и в Европе, и в Украине парни, как таковы, нет такого, вы знаете, что парень-модель будет работать с 17, там, и до конца своих лет, да, нет такого. Все-таки женщины больше ценятся. Но есть такие парни, которые, как я, бьют в одну точку, и все-таки пробиваются, и становятся, вот, когда ты уже просто хочешь отдыхать и сидеть дома, популярными. В Украине, я вам скажу, что у нас ценятся, конечно же, свои, но наши дизайнеры все-таки выбирают каких-то, так скажем, не национальных вот типажей, да, а вот именно афроамериканцев, бразильцев, французов, все-таки они вот хотят в Украине как-то вот именно показать, что есть и другие типажи, да, потому что у нас постоянно, ну, украинян фэшн-вик, там, что, мерседес, киев фэшн-дэй, да, все работают украинские модели, но, так как у нас есть очень много сейчас проектов, да, которые там про модели, там, про букеров, то все-таки развивается то, что у нас в Украину приезжают другие модели с Европы и работают у нас в Украине. Так, далее у нас вопрос от Даши. Расскажите о своем опыте работы в Франции, как вы туда попали, с кем сотрудничали? Да, это мой первый опыт, вообще за границей, я был в Париже и я сотрудничал только с одним домом моды, это Москино. Я участвовал у него в показе, это был огромный яркий опыт в моей жизни, который я взял очень много полезного для себя, побывав за кулисами, да, международных недель мод и участием в таких больших. Я вам скажу, что это очень тяжело, но это стоит того, если ты себе поставил за цель быть топовой моделью и чтобы о тебе знала не только Украина, но и вся Европа. Я вам скажу, опыт в Европе, он, конечно же, очень сильно отличается от опыта, который у тебя в Украине. У нас все-таки Украина не такой большой рынок, как в Европе, но когда модель едет в Европу, то тогда, когда она приезжает уже в Украину, она профессионал, вот она себя больше раскрепощенно чувствует, она свободно владеет всем, всеми навыками, вот просто выше предела участия в Европе, на показах нет, чем вот, вообще нет. Если ты участвовал, если ты работал в Европе, то тогда для тебя моделинг это то, что тебе приносит кайф от того, что ты делаешь. Как украинской модели пробиться на европейский рынок? Как вы попали во Францию? Вас пригласили от агентства или вы сами отправляли? Мое агентство меня зарекламировало в Европе, непосредственно вот в Париж, да, и меня выбрали и сказали о том, что они будут рады меня увидеть вживую. Я приехал в Париж, походил по кастингам, и, я вам скажу, очень много было отказов, я очень огорчался, мне было неприятно, я думал, все, я уже не модель, я так сильно хотел, мама говорила, иди учись, будешь экономистом, все будет хорошо. Но все-таки, как знаете, как все подростки настаивают на своем, когда они слушают родителей. Но в чем-то и этом и есть плюс, потому что все-таки наши родители, может быть, прививают нам какие-то стереотипы, те, которые прививали им родители, да, а мы все-таки какое-то новое поколение, которых хотим прогрессировать, вот в этом каким-то там фэшн-индустрии, в бизнесе вообще, да, в политике и тому подобное. Поэтому мое агентство меня зарекламировало, я поехал, прошел кастинги, вот только на один кастинг попал Москина, прошел три тура отбора, было безумно много мальчиков, на первый кастинг, когда я пришел, я просто был в шоке от того, сколько было моделей. Моделей, чтобы вы понимали, в Европе было, ну, чтобы не соврать, человек 800. На кастинге. На кастинге, это одно. И ты должен, а у тебя таких кастингов четыре в день, и ты должен успеть везде, потому что это в твоих интересах, а они что не находятся друг от друга, это разные улицы, разные районы, и я вот на один опоздал, кажется, уже не помню, и вот на один вот прошел, и вот был, участвовал, вот сейчас у меня тоже контракт, я сейчас тоже буду улетать в конце этого месяца в Милан, буду работать в Милане немножко, но все-таки я хочу вернуться в Украину, потому что я очень люблю свою страну, и хочу, чтобы все-таки модельный бизнес поскорее начал усовершенствоваться именно у нас в Украине, и наши модели уже, наших моделей знали не только в Украине, но и в Европе. То есть планируете работать и здесь, и там по контрактам? Такой вопрос у меня родился, я знаю, что, например, в балете существует такой миф, что друг друга они подсиживают, подбрасывают там стекла в пуанты, это не так. Существует ли такая конкуренция среди моделей, потому что я знаю, что открывать показ это очень престижно, да? Существует ли подобная конкуренция, как в балете среди моделей? Выбиваете ли вы друг друга из коллеги? Смотрите, в модельном бизнесе практически не существует дружба. Я думаю, как и в политике, как и в бизнесе, и в шоу-бизнесе. Конечно, мы все друг друга рады видеть, мы обнимемся, поцелуемся, скажем, как ты поработал в Милане или в Париже, да, у меня вообще все хорошо, но в подробностях друг другу мы этого не будем рассказывать, потому что, понимая, все-таки мы конкуренты. И если не ее, так меня. Или если не его, так меня, да? Поэтому такого нет, потому что это безумно. потом модель штрафует, и вообще она может стать персоной нон-град во всех мероприятиях и во всех показах. Если узнают, да? действия она испытывала к другим моделям. Поэтому ну у нас нет такой какой-то жесткости, знаете, там что парни-модели к этому относятся намного проще. Женщин там, наверное, посырелось. Да, возможно. А знаете, есть такое, ну нет, в Европе нет. Возможно, у нас в Украине что-то там и есть, да, какая-то там зависть, или она забрала ее каблуки, натянула 38-й, у нее там 38-й, да, она натянула на себя 39-й, но специально, чтобы ей не досталось, да, чтобы она в 39-м шла и как в ластах, да, по показу. Может, и такое есть. Мне кажется, есть. Просто, если это происходит, никто на этом не акцентирует внимание, и дизайнеры стараются максимально спрятать, чтобы пресса и публика об этом не узнала. Но если модель еще плюс профессионал, он сделает максимально все так, что ему, у него вообще 35-й размер, ему комфортно идти в 38-м. Поэтому у нас нет такой какой-то вот такой сильно строгой конкуренции. Просто не дружим, ну как дружим, но не так сильно прям... Ну, приятельские бывшие отношения, ничем стоящие бывшие. Да, даже неприятельские, я вам скажу, рабочие отношения. Коллеги. Коллеги. Линда, интересуется, что больше тебя запомнилась при работе с очень креативным дизайнером Богданом Касс? Да, это... Я вам скажу, что я участвовал в этом году на Ukrainian Fashion Week. Я участвовал с двумя дизайнерами, это Богдан Касс и второй дизайнер это Серж Смолин. Как мне сотрудничать с Богданом Касс? Я уже говорил об этом, о том, что Богдан Касс для меня тот дизайнер, который в своих коллекциях несет что-то фантастическое. Какие-то... Знаете, его показы, его коллекция это... ну это же такого слова не знаете, как вот показывают фильмы о том, что у нас будет через столе, да, как там люди будут сами летать и все остальное, вот Богдан где-то вот там. космическое что-то космическое что-то такое, да? но это не то, чтобы был какой-то экшен, что людям было бы страшно или непонятно на это смотреть. Он как-то это так доносит и позиционирует, да, что люди это воспринимают так эффектно, что когда я был у нас заключительный, заключительная проходка, все стали и аплодировали ему стоя. Это очень был феерический показ в этом в этом сезоне и мне очень понравилось с ним сотрудничать. Да, здесь вот Вы упомянули Сержа Смолина, а также Лиля интересуется. Расскажите о своем опыте участия в показе известного украинского дизайнера Сержа Смолина на Украинен Фэшн Вик, как проходила подготовка. Я, если честно, когда был совсем юным парнем, я знал, кто такой Серж Смолин и для меня это была мечта поработать, а лично познакомиться с ним. И когда я... У меня есть менеджеры, у меня есть директоры, которые помогают мне в развитии, у меня есть очень хороший менеджер Маша, которая меня лично с ним познакомила и сказала о том, что все-таки пришел твой час и исполнилась твоя мечта, что ты познакомился с Сержем. И мы познакомились с ним, я ему очень понравился и он сказал о том, что он хочет, чтобы я участвовал в его показе и в дальнейшем он сказал о том, что у нас будет сотрудничество с ним, а какое, вы узнаете совсем скоро. и он не знает, что он хочет, что он хочет, чтобы я участвовал чтобы я участвовал и неудачно. Продолжение следует...